добрый день сегодня хочу показать как на тюнере sant integral 1311 комбо настроить каналы как правило можно настроить двумя способами самый простой это в ручном режиме вот ведь у нас пишет нет каналов и нам нужно настроить пустой тюнер перед этим как я рассказывал прошил поэтому в принципе у нас должны появиться некоторые функции вот видите есть цифровой тв цифровым тв т2 но мы попробуем подключить его к антенне заходим фонд меню вот у нас установка все мы начинаем то есть нам надо найти те спутники которыми мы как правило пользуемся давайте начнем с хорберта вот у нас хорберт видите у нас качество сигнал это основная строка которая показывает работу нашего спутника и нам необходимо начать с установки вот у нас есть пункт смотрите 10 то есть здесь мы выставляем подключение конвекторов надо их называть головками именно к тюнеру то есть если у нас конвекторов 4 и меньше то мы работаем по протоколу десет мы здесь написано здесь 10 как правило 20 если быть на 10 и написано если больше четырех то здесь однозначно работает по протоколу 11 данном случае вот ведь написано 11 и здесь когда мы изменяем подключение появится сигнал по строке качества ну вот у меня на третьем стоит смотрите сейчас я перейду на третий пункт вот видите сигнал пошел заработал то есть конвектор мы подключили я сейчас еще раз покажу в другом варианте давайте мы посмотрим на спутники амаз вот у нас амаз вот смотрите здесь вот видите я стал на первую частоту когда как хорберте но чтоб я не изменял хоть десек один вот просто десек хоть 11 как здесь написано как бы я не крутил вот эти не меняется то есть качество сигнала не поменяется то есть его как не было так и нет чтобы я не делал почему здесь вот иногда спрашивают поэтому я на этом остановился сейчас хочу показать здесь нужно ведь и есть т.п. это транспортер нам нужно выбрать для этого спутника мы тот на который сейчас работает 10 722 давно не работает поэтому вот с этого списка нам нужно выбрать рабочий транспортер то есть посмотреть в интернете или записать кого-то кого какие возможности есть но как правило в интернете не есть то есть вот если я выберу 11 140 и теперь начну изменять то все на появится вот смотрите на двоечке он появится видите что здесь надо обратить внимание именно на данную установку дальше так как мы транспортера выставили мы теперь можем просканировать каналы данного спутника можно сканировать вот спутник то есть будет идти по одному спутнику tp это только по транспортеру то есть по одному вот именно этому транспортеру будет идти или здесь есть еще вот мульти спутник то есть расширенный и слепой пояс он выберет и транспортеры выберет и все все каналы на этом спутнике то есть достаточно удобно я периодически пользуюсь не на всех спутников скажем на хорберте лучше мне пользоваться зацепить и больше 1000 будет неудобно очень долго потом их корректировать поэтому сейчас я покажу просто на т.п. т.п. то есть на одну нажимаем ok от старт поиска ряда и мы нажимаем да сетевой ну можете задать можете нет это уже на ваше осмотрение я не задавал вот у нас появился сейчас я также сама эту же процедуру проведу по спутнику хорберт его настраивал вот смотрите хорберт сигнал идет но здесь я выберу тоже рабочий транспортер которому я хотел бы чтобы он у меня был смотрите видите вот у нас есть здесь я нажимаю снова т.п. что-то именно один транспортер и теперь он поиск начнет искать именно вот мы теперь проверяем так вот смотрим 112 канал работает ну остальные каналы тоже будет работать вот работает трк вот он видите работает планета также работает стресса ну то есть то что мы искали вот мы получили то есть вот мы настроили список по каждому спутнику сколько у нас спутников столько нам нужно сделать и проверок либо по транспортер либо по спутникам все спутники выбора здесь мы можем выйти посмотреть у нас есть на пульте кнопочка сад вот наверху на полете вот мы два спутника искали вот они у нас два спутника и есть вот они работают поэтому здесь в принципе видите мы настроили каналы в простом в ручном режиме это не так уж сложно было теперь те же самые процедуры мы можем делать с помощью скажем если мы скачаем данные каналы в интернете в данном случае я не стал экспериментировать я вам покажу как их сохранить у себя эти же каналы и затем их же залить я покажу сейчас как это сделать меню здесь у нас есть пункт дополнения переходим на usb накопитель вот он и здесь у нас есть кнопочка выгрузить видите желтенькая вот она она у нас желтенькая кнопочка выгрузить мы и нажимаем каналы настройки только каналы уже дамп я не сохраняет пользуюсь либо каналы прошивка есть поэтому здесь при желании можно этим воспользоваться но большого нет только каналы вот вы хотите выгрузить канал я варю да вот он файл видите записался и вот он появился файл вот она с выгруженными каналами то есть здесь в принципе с этим все ясно теперь мы сейчас сброшу на заводские чтобы показать как это сделать менеджер каналов у нас здесь заводские установки вот он все так вот у нас пустой тюнер то есть чего мы начинали мы к этому пришли и сейчас нам необходимо сделать что нам необходимо залить список то есть такой же как вы могли скачать в интернете заходим пункт меню здесь дополнением флешка может не работать не работает работает и вот наш список каналов который мы с вами выгружали перед этим нажимаем остановимся на него нажимаем окей да и теперь он пишет успешно загрузился теперь мы выходим вот видите все заработала и заработала слышь помните здесь надо не забыть так как я-то заливал свой список я заливал свой список и у меня совпал совпали десяти больше тот же список который как только который только что который только что залил такой же самый я и сюда и вкинул а как правило вы берете с интернета и здесь необходимость будет чтобы вы не забыли зайти в пункт установка вот установка антенны и здесь выставить как я рассказывал перед этим дисеки у вас все каналы заработают об этом просто не не забыть nochtana спрашивает почему каналы не работают дисеки вот эти вот дисека либо этот либо этот пункт необходим выставить теперь так как мы начали работать я вам показала как выгрузить последняя функция при настройке канала это вот менеджер каналов мы заходим меню менеджер канала нажимаем ok здесь очень удобно меню вот можете двигать видите вот горит двигать дальше если мы двинем вправо удалить появляется блокировать переместить то есть в принципе все списки данных каналов они вот можно изменять что она так то есть если мы хотим удалить вот мы стали на пункте удалить вот она зари нажим мы становимся на канале которая нам не нравится и мы начинаем видите крестиками удалять вот они крестики с левой стороны повторяем вот они с левой стороны крестики появляются вот вот они удаляются нажимаем кнопочку выход exit вы хотите удалить мы говорим да эти каналы все удалены список уменьшился если вот мы становимся на пункте двигать то здесь просто нажимаем тоже окей но здесь две функции если мы просто ответе нажал окей видите каналчик побежал здесь без проблем видите бежит бежит без проблем канал все движется то есть не создает проблемы вот они все каналы передвигаются если мы хотим перенести несколько каналов тогда мы нажимаем синюю кнопочку на пульте вот видите их три отметил передвинули нажал окей вот они все три передвину то есть здесь можно несколько это синяя кнопка можно отмечать хоть целую пачку передвигать целая пачка ну и все в принципе чтоб настроить тюнера это вполне достаточно всем всем удачи